книга открытым оком том 27 тема политика вопрос 3917 власти часто говорят о малой рождаемости депатриарх высказался о демографической ситуации с тревогой так отчего же русские стали исчезать в чем причина отвечает Игнатий Тихонович лапкин разве бог напрасно об этом же предупреждал Израиля быть ему верным 218 раз бог угрожает истреблением за грехи книга исход 33 5 цитата ибо Господь сказал Моисею скажи сынам Израилевым вы народ жестоковыйный если я пойду среди вас то в одну минуту истреблю вас и так снимите себя украшения свои я посмотрю что мне делать с вами когда доходило горечь до горла народ начинал плакать и искать ответа почему их все это постигло книга Иеремия 42 2 цитата и сказали Иеремии пророку да падет пред лицо твое прошение наше помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке ибо из многого осталось нас мало как глаза твои видят нас причины сегодня видны и они те же самые безбожество потеря страха Божия скобках или никогда его не имели и повсеместное пьянство с чего это нам взбрело что нас обязательно должно быть не менее 200 миллионов иные народы вполне обходятся одним миллионом или того меньше ненужных едоков все равно будут уничтожать подряд а ныне они издыхают выборочно от своих непотребств кавычки открыты мало рожают современные женщины репродуктивного как говорят медики возраста также по двум очевидным причинам не хотят не могут о нежелании рожать говорят ставшие повсеместными одно реже двух детной семьи скобки открыты коэффициент рождаемости детей на одну женщину составляет сегодня 1,17 сотых кавычки закрыты а ведь для сохранения скобках хотя бы численности популяции средняя в кавычках семья должна иметь минимум троих детей минимальный коэффициент 2,15 широчайшие применения получили разнообразные средства контрацепции пропагандируемые нынче начиная со школьного возраста при этом ежегодно до нескольких миллионов женщин делают аборты несколько миллионов это по официальным данным которые не учитывают и в принципе не могут учесть деятельность часто практикующих нередко теневых врачей гинекологов и клиник не склонных афишировать масштабы своей деятельности применение медикаментозных широко распространенных сегодня абортивных средств используемых на ранних стадиях беременности и не связанных с хирургическим вмешательством люди сведущие уверяют число абортов в россии бресте беспрецедентно и невообразимо официальные данные лишь верхушка айсберга все более укореняется взгляд на беременность как на некое нездоровое патологическое явление по данным проводимых социологических опросов более 56 процентов юных женщин испытывают безотчетный страх перед перспективой вынашивания и рождения своего будущего ребенка скобки открыто словно бы сами не появились на свет каким-то иным путем скобки закрыты детей в россии становится все меньше делает неутешительный вывод председатель российского детского фонда альберт алиханов скобки открыто здесь и далее цитируется по материалам отечественных сми а также выдержки из интервью взятых автором непосредственно у специалистов скобки закрыта по данным фонда с 1992 года потыть по 2004 год число маленьких граждан в стране сократилось на 14 миллионов в то время как взрослых на 5 миллионов человек женщинам катастрофически не хватает мужчин из 20 миллионов трудоспособных мужчин один миллион наркоманов один миллион в тюрьме 5 миллионов без безработных и 4 миллиона алкоголики констатирует опять же министр в яковле хороши женишки ничего не скажешь да и институт брака утратил свои былые привлекательности значения в моде нынче легкие в кавычках отношения так называемые гражданские никого и ни к чему не обязывающие браки по статистике из тысячи российских женщин 175 никогда не состояли в браке 180 вдовы 110 разведенные из чего следует что почти половина наших женщин одиноки некоторые из них матери-одиночки и это подвиг родить сегодня поднять поставить на ноги хотя бы одно дитя непозволительной порой роскошь даже для полной в кавычках семьи 70 рублей федерального пособия на ребенка маме-одиночке 140 рублей это даже не смешно это издевательство над людьми и здравым смыслом при этом цены на товары для малышей приближены к ценам на товары для взрослых они редко их превышают но многие женщины родить просто не способны по медицинским показаниям до 200 тысяч потенциальных мам ежегодно не могут выносить ребенка до срока констатирует главный гинеколог акушер россии владимир кулаков 30 процентов российских женщин страдает гормональными нарушениями на втором месте гинекологические проблемы осложнений после перенесенных венерических заболеваний каждая шестая женщина вообще бесплодна каждая шестая впрочем не блещут нынче здоровьем и многие потенциальные отцы всего стране страдает бесплодием по вине мужа в кавычках ли или жены около 5 миллионов супружеских пар бесплодие нарушение репродуктивной сферы бывают врожденные и тут уж ничего не поделать лечить если есть такая возможность надо но часто носят эти недуги приобретенный характер о последствиях тех же абортов и говорить нечего а вот какую все возрастающую угрозу представляет сегодня например венерические заболевания в скобках также призовое в кавычках место среди причин бесплодия за какой-то десяток с небольшим лет численность больных впервые диагностируемых пусть на сегодня и не смертельным скобках на ранних стадиях успешно лечится но таким чрезвычайно опасным осложнениями заболеванием как сифилис возросла в абсолютных числах всего больных в 21,5 раза а в пропорциях к регулярно сокращающемуся населению в 22,5 раза скобки открыты это в 2002 году а в 2000 была зарегистрирована вспышка соответственно в 30 и 31 раз скобки закрыты если это не эпидемия то что же это причина смерти болезнь или несчастный случай или убийство добровольный уход из жизни от старости как таковой у нас практически не умирает какая старость если средняя продолжительность жизни мужчин 57 58 лет до пенсии не доживает а женщина в среднем в среднем едва перешагивает 70-летний рубеж по сумму убийства мы в числе мировых лидеров уступая лишь бывшей братской в кавычках литве в странах лидерах по суициду воз также отмечает очень высокий уровень алкоголизма впереди европы всей в кавычках мы и по убийствам по дтп и в целом по несчастным случаям однако доля таких смертей как видим из таблицы приводимы ниже чуть более 14 процентов мы прежде всего народ одолеваемый всевозможными телесными недугами отсюда и полные трагизма финалы умираемые в первую очередь от болезни системы кровообращения в скобках более половины всех смертей инфаркты инсульты гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания из-за на из-за новообразований в скобках злокачественных раковых опухолей проанализируем причины смертности в россии в соответствии с отчетностью минздрава и российской федерации число нас больных и и следовательно наших летальных исходов год от года множится картина в комментариях не нуждается но вряд ли она полная так болезненные аномалии системы кровообращения в 2002 году фиксировались российскими медиками у пациентов в 22 миллиона триста восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят случаях в то же время крупнейший кардиолог страны академик евгений чазов считает в россии как минимум 42 миллиона человек страдает гипертонией то есть у них повышенное артериальное давление а что такое повышенное давление это прямая дорога к инфарктам и инсультам смертность от которых за последние десятилетия возросла сразу на треть многие из нас предпочитают вообще к врачам не обращаться мы разуверились возможностях отечественной медицины и видимо по этой причине широко бытует среди нас предубеждения в кавычках да ну их этих врачей найдут еще что-нибудь дом и потом кавычки закрыты если что-то беспокоит с фатальной обеспеченностью надеемся самому рассосется кавычках при этом субъективно оцениваем состояние своего здоровья другими словами по меньшей мере две трети наших соотечественников чувствовать себя неважно и по ощущениям и фактически мы нация в большинстве своем хронически больных людей словно бы мы нации инвалидов и стариков в принципе к этому рубежу шаркающая походка и идем вновь сошлюсь на министра региональщика в кавычках в яковлево по прогнозам специалистов его министерства к 2025 году при текущих демографических тенденциях на одного работающего жителя россии будет приходиться четыре иждивенца понятно что большинство из них составит отнюдь не дети в скобках их то будут рожать еще меньше но пенсионеры по возрасту и здоровью представьте только один с сошкой четверть ложкой а всего у нас распадается до 80 процентов семей цифра средняя который в мегаполисах конечно же не сравненно выше чем например сельской местности пропасть разделяющие у нас богатых и бедных колоссально сравните доходы 10 самых богатых и 10 самых бедных семей в развитых странах различается в 5 и 8 раз научно обоснованный показатель в скобках в арабских нефтедобывающих государствах где по сей день господствуют деспотии всяких там шейхов это разрыв 10-12 раз у нас по данным различных источников 20-30 раз другими словами нам многократно недоплачивают нас нагло беззастенчиво грабят прожиточный минимум или потребительская корзина который рассчитывает для своих граждан правительства россии сегодня немногим превышает 2000 рублей это набор из 25 продуктов и услуг составлены еще советские времена и вполне достаточной по мнению кабинета министров чтобы человек питался и функционировал без ущерба для своего здоровья и исходя из минимальных требований вареной колбасы к примеру в соответствии с этим набором в кавычках положено 450 граммов в год на человека услуги без которых тоже не обойтись одна пара брюк на четыре года пять трусов на два года три карандаша на год и полтора помывки в бане в месяц недавно правительство увеличило объем потребительской корзины о достижении аж на 80 с тем то рублей кавычки открыты средствами пропаганды особенно через прессу радио кино листовки краткие брошюры доклады и тому подобное мы должны постоянно внушать населению мысль о том что вредно иметь много детей нужно показывать каких больших средств стоит воспитание детей и что можно было бы приобрести на эти средства нужно говорить о большой опасности для здоровья женщины которой она подвергается рожая детей и тому подобное наряду с этим должна быть развязана широчайшая пропаганда противозачаточных средств необходимо наладить широкое производство этих средств распространение этих средств и аборта ни в коей мере не должны ограничиваться следует всячески способствовать расширению сети абортариев следует сократить до минимума подготовку русских врачей не оказывать никакой поддержки детским садам и другим подобным учреждениям наряду с проведением этих мероприятий в области здравоохранения не должно чиниться никаких препятствий развода не должна оказываться помощь внебрачным детям не следует допускать каких-либо налоговых привилегий для многодетных не оказывать им денежной помощи в виде надбавок к заработной плате кавычки закрыты кавычки открыты эпизод за эпизодом будут разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа окончательного необратимого угасания его сознания литература театр кино все будет изображать и приславлять самые низинные человеческие чувства мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса насилия садизма предательства словом всякой безнравственности в управление государством мы создадим хаос и неразбериху мы будем незаметно но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников взяточников беспринципности бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны превратятся в пережиток прошлого хамство и наглость ложь и обман пьянство наркомания животных страха друг перед другом и безостенчивость предательство и вражда народов прежде всего вражда и ненависть к русскому народу все это расцветет махровым цветом и лишь немногие очень немногие будут догадываться или даже понимать что происходит но таких людей мы поставим в беспомощное положение превратим в посмешище найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества будем вырывать духовные корни опошлять и уничтожать основы народной нравственности мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением будем браться за людей из детских юношеских лет главную ставку сделаем на молодежь станем разлагать развращать расливать ее мы сделаем из них циников пошликов космополитов вот так мы это сделаем кавычки закрыты первая цитата принадлежит министру третьего рейха а розенбергу в июне 1941 года накануне нападения на советский союз вкратце очертившему политику нацистов в отношении русского народа вторая цитата из кавычки открыто размышлений о реализации послевоенной доктрины против ссср кавычки закрыта идеолога холодной войны шефа цру а далеса и хотя давно отгремели раскаты второй мировой холодная война кавычках с распадом ссср казалось бы благополучно кавычках завершена согласитесь сколь актуально при всей их дикости звучат выставленной некогда ненавистниками россии стратегические цели и задачи и выработанные для их достижения первой первоочередные меры кавычках если кто-то по каким-то причинам в актуально свету не въезжает в кавычках сразу то читай предыдущие главы снова сегодня мы по скорости сокращения населения в числе безусловных мировых лидеров более 16 промилле федор михайлович достоевский писал что русский это православный в первую очередь а русский мужик без православия что пыль придорожная в эту пыль нас растаптывали и растаптывают в начале буревестники в кавычках затем узор первой власть истинный в кавычках и прочие ленинцы теперь либерально отвезные демократы в кавычках последние не приспосабливаются в кавычках суррогатов кавычках не предлагают действует нагло широко широко терапевтические в кавычках и за какой-то десяток лет добились того что народ впал в ступор потерял какую-либо способность к сопротивлению касаемо ли это борьбы идей элементарного заработка на жизнь иммунного противостояния бактериальной или вирусной инфекции святитель дмитрий ростовский в частности о пьяницах и пьянстве писал кавычки открыты знаменитый у древних эллинов мудрец анахарсис говорит что виноградная лоза приносит три грозда первый грозд услаждения второй упоение о третьей печали философ сие толковал так умеренное употребление вина служит человеку в удовольствие и во здравие ибо и жажду утоляет и желудок укрепляет и сердце веселит неумеренное же порождает ссоры выжигает гнев возбуждает набрань и побои зачем следует обыкновенно немало скорбей а мы если захотим внимательно рассмотреть силу пьянства и если назовем его виноградной лозой то найдем на ней не три нравственных грозда приносящих человеку вред и печаль но гораздо более а именно десять первый грозд есть помрачение ума потемнение рассудка потеря сознания ибо от желудка переполненного вином винные пары поднимается в голову действует на мозг и возмущает ум потому многие в состоянии опьянения не помнят себя сами не знают что делают и что говорят точно безумные и как кого бы не случилось зло бесчестие побоя на завтра они ничего не помнят на таковыми исполняется описанное в притчах цитата били меня мне не было больно толкали меня я не чувствовал когда проснусь опять буду искать того же притча 23-35 второй грозд есть бесстыдство пьяно никого не стыдится но потеряв совесть произносит скверное хульное нелепое оскорбительное для целомудренного слуха речи уста его бывает подобно стоялище скотскому наполненные смрадную нечистотою а язык лопати которую выбрасывает эту нечистоту что же другое сердце этого человека как невместилище многих зол из которых не может ничего выходить кроме зла по слову евангелия от луки 6 глава 45 стих цитата добрый человек из доброго сокровища сердце своего выносят доброе а злой человек из злого сокровища сердца своего выносят злое ибо от избытка сердца ибо от избытка говорят уста его третий грозд слазы пьянство есть несоблюдение тайны пьяный откровенно рассказывает всем и каждому все те тайны свои и чужие которые тщательно скрывал в глубине своей души сохраняя их в молчании когда был трезвым этого мало что давно уже прошло и предано забвению это он припоминает и как обычно пьяному извергать пищу из желудка так обычно и тайна раскрывать это и другое и пища и тайны в пьяном не держится четвертый грозд садомской лозы пьянство есть возбуждение плотской похоти почему и увещевает апостол и вся нам пять восемнадцать это от которого бывает распутство но исполняетесь духом пятый грозд полный яда змеиного есть ярость гнев вражда ссоры брань и ковропа кровопролитие упившись вином люди восстают с яростью друг на друга вот почему и говорит сукаризну сломан притчи 23 29 по 30 стихи цитата у кого вой у кого стон у кого ссоры у кого горе у кого рано без причины у кого багровые глаза у тех которые долго сидят за вином которые приходят отыскивать отыскивать вина приправленного и премудрый сын сирахов увещевает цитата против вина не показывай себя храбрым ибо многих погубило вино сирахов 31 29 6 желчный грозд с лозы пьянство есть повреждение здоровья изнеможение телесных сил дрожание рук головная боль ослабли ослабление зрения страданий желудка стона немощи преждевременная старость умоление лет жизни и несчастная смерть седьмой грозд расточение имущества потеря богатства лишения выгод цитата работник склонны к пьянству не обогатиться и него что ставящий малые о малу по малу придет в упадок сирахов 19 1 как много людей которые из-за пьянства от большого богатства пришли в последнюю нищету пример сему блудный сын описано в евангельской притче восьмой горский грозд утрата спасением как вещественное богатство так и духовные сокровища расточаются от пьянства потому что пьяны имеет дерзость на все грехи какого греха трезвый гнушается боится или стыдится того самого греха не стыдится делать не боится не гнушается когда бывает пьян девятый желчный грозд гнев божий пьяница приступая заповеди божии возбуждает на гнев самого бога своими грехами вот почему вопиет исаи пророк цитата горе тем которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгречает себя вином исаи 5 11 10 самый горький плод пьянства есть все конечные погибель души другие грешники когда настанет их смертный час могут каяться и сожалеть о грехах своих потому что их ум трезвый а умирающий пьяница как может покаяться когда он не помнит себя когда он не сознает что наступает его смерть который он вовсе не ожидал а для умирающего без покаяния гиена неизбежна вот каковы нравственные грозды сего содомского винограда то есть пьянство хотя на вкус они и кажутся вначале сладкими но потом эта сладость превращается в горечь желчи в яд змеев и аспидов кавычки закрыты как видим во главу угла в преодолении тяжкого недуга святитель ставит аспекты духовно-нравственные кавычки закрыты сирахов 17 с 3 по 12 стихи цитата лучше один праведник нежели тысячи грешников и лучше умереть бездетным нежели иметь детей нечестивых ибо от одного разумного населится город а племя беззаконных опустеет много такого видела око мое еще более того слышала ухо мое в сборище грешников возгорится огонь как и в народе непокорном возгорался гнев не умилостивится он над древними исполинами которые в надежде на силу свою сделались отступниками не пощадил и живущих в одном месте слотом которыми возгнушался за их гордость не помиловал народа погибельного который надмивался грехами своими равно как и 600 тысяч человек соединившихся в жестокосердии своем и хотя бы и один был непокорный было бы удивительно если бы он остался не наказанным ибо и милость и гнев во власти его силен он помиловать и излить гнев не спошли на подручных твоих дай на бог совершить омовение окунаясь в святая святых все пороки грехи и печали равнодушья согласие и спор пар который вот только надали вышибает как пули и спор то что мучит тебя испарится и поднимется вверх к небесам ты ж очистишь ты ж очистившись должен спуститься пар с грехами расправиться сам не стремись прежде времени к душу не равняй с очищением мытье нужно выпороть веником душу нужно выпорить смрад из нее исцеление от язв и уродства это душ и живительных вод это словно возврат первородства или нет осушение болот здесь нет голых стесняться не надо что кривая рука до нога здесь подобие райского сада пропуск всем кто раздет до нога и в предбаннике сбросивши вещи все одетесь свою позабудь одинаково веничек хлещет так что зря не вытягивай грудь все равны здесь единым богатством все легко переносят жару здесь свободу и равенство с братством ощущаешь в кромешном пару загоняй поколения в парную и крещение принять убеди лей на нас свою воду святую и от варварства освободи благодать или благословение не спошли на подручных твоих дай нам бог совершить омовение окунаясь в святая святых 1971 год владимир семенович и высоцкий